приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня будем разбирать крипталюту и кэш разберем локальную глобальную картину и также разберем bitcoin на текущий момент мы наблюдаем о том что большинство и кона все-таки в просадке из-за того что вот буквально недавно bitcoin немножечко опустился вниз связи с чем и все остальные погнались тоже вниз давайте посмотрим полон шор позиция мы наблюдаем о том что сначала набирали шертовой позиции думали сейчас будет падения но потом уверовали в рост из-за того что понятное дело что был рост и сейчас на данный момент текущее положение фангистов больше 73 процента напоминаю всем о том что у меня есть закрытый телеграм-канал где я делюсь секретами которые недоступны на youtube канале и также есть список лучших альконов те самые которые я лично сам инвестирую все подробности с телеграме что мы наблюдаем мы наблюдаем о том что выводы были довольно неплохие с бирж биткоина также мы видим это на вот этом графике о том что количество биткоина на биржах постепенно постепенно уменьшается уменьшается и количество и фирма обратите внимание насколько сильно уменьшилось количество эфиром а на всем протяжении постоянно постоянно все уменьшается уменьшается и уменьшается Майнеры сохраняют спокойствие, обратите внимание на то, как с тех предыдущих хайов в мартовских, они соблюдают абсолютное спокойствие, им как бы по барабану на все происходящее. Мы наблюдаем о том, что сейчас постепенно, постепенно они восстанавливают количество намайненных монет. Хешрейт сейчас уже возобновил те показатели, которые были перед тем, как произошло падение, и все хорошо с биткоином, вроде все супер гуд. Индикатор страха и жадности сейчас примерно на одних и тех же отметках в районе 20, сейчас на данный момент отметка 21. Что же у нас с альтсезоном? Альтсезон показывает 65, сейчас показывает о том, что сейчас алькоины стреляют, очень хорошо стреляют. По ликвидациям, что же у нас было? 13 января было ликвидировано лангистов на 95 миллионов долларов, а шартистов на 36 миллионов. Практически никого. 12 января и того меньше. Лангистов было ликвидировано на 26 миллионов долларов, а шартистов на 95 миллионов долларов. Никого не хотят в данный момент пока ликвидировать. Всех жалеют. Перед тем, как мы будем разбирать, стоит ли инвестировать в криптовалюту и кэш, давайте разберем по криптовалюту биткоин. Итак, мы обозначаем для себя линию сопротивления и обозначаем для себя линию поддержки. У нас образовался восходящий такой расширяющийся клин, который пробился вниз, который и должен был пробиться вниз по логике вещей. И что же сейчас? Имеет ли смысл сейчас инвестировать? Может быть сейчас пойдет рост? Давайте посмотрим. У нас имеется линия поддержки и соответственно мы рассчитываем на дальнейший рост. У нас сейчас линия сопротивления находится примерно на отметке 43 тысячи долларов. Здесь можно поступить следующим образом. После пробития ставим стоп лосс ниже, желательно еще с тестом и тогда забираем весь этот рост и фиксируем прибыли. Мы рассчитываем, что вырастим как минимум до этих значений, а желательно даже и до этих значений. Инвестировать сейчас не надо спешить, надо все-таки дождаться подтверждения, что мы пробьем эту линию сопротивления. Итак, что же у нас и кэшем? Имеет ли смысл инвестировать в него? Давайте обозначим для себя также линию сопротивления и также обозначим для себя линию поддержки. У нас был вот такой вот сужающийся восходящий клин, который должен был по логике еще пробиться вниз. Он пробился вниз и сейчас у нас нисходящий тренд, который должен пробиться вверх. Мы сейчас немножечко недорастаем до линии сопротивления и также обозначаем для себя, здесь имеется линия сопротивления ценовая такая, которую нам необходимо преодолеть. После этого мы все-таки пробьем этот паттерн и полетим вверх. И у нас будет новая цель в районе вот этих значений пиковых. И соответственно, после пробития, после теста можно взлетать, ставить стоп, лосс ниже и рассчитывать на дальнейший рост. Забираем вот этот рост. Но надо иметь ввиду в своих инвестициях о том, что сейчас с биткоином как-то все наколено и неясно. В принципе, он должен расти с учетом таких важных значений и отскока, но это ничего нет гарантии. Поэтому, конечно же, ставьте стоп-лоссы, если вы торгуете на краткосрок. Что же у нас по поводу долгосрочного инвестора и глобальной картины по поводу икэша? Что же с ним будет по итогу вещей? Давайте для этого перейдем мы на недельный график и будем разбирать, имеет ли смысл сейчас инвестировать долгосрочному инвестору. Итак, у нас имеется линия сопротивления, у нас имеется линия поддержки и мы видим о том, что мы сейчас находимся возле линии поддержки. Также наблюдаем модель Doge и, соответственно, это знак того, что сейчас мы полетим к линии сопротивления. И также обращая внимание на важные уровни сопротивления ценовые, то сейчас на данный момент у нас находится на отметке 0.0001043. И другая важная ценовая зона, это находится на отметке 0.0001222, после которого мы, скорее всего, уже пробиваем вот этот нисходящий тренд и тузымунем. Летим, 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 хорошенько так вверх. Возможно, да? А если, конечно, сейчас не наступила криптозима и мы не будем просто вот так отскакивать и в последующем опять падать вниз. Здесь в большей степени подходит, конечно, с точки зрения краткосрочного инвестора. Сейчас в большей степени, понятное дело, можно рассчитывать именно на какой-то пробой кратковременный с полетом дальнейшим вниз. Глобально о том, что сейчас произойдет разворот и будем тузымунить, пока об этом информации нет. Поэтому надо быть крайне осторожным. Можно попытать счастье заработать на этом росте, а возможно с течением обстоятельств в последующем все-таки будет все позитивно и будет как раз тузымун. Мы введем на то, что икэш просел на более чем 70% и понятное дело, для долгосрочного инвестора это хорошая скидка. И надо накапливать, холдить, холдить и накапливать. Если будем падать, усредняемся и холдим, холдим, холдим и холдим. Поэтому, подведя итоги, можно сказать о том, что инвестировать сейчас на данный момент безопаснее всего все-таки на короткий срок с расчетом, например, заработать на этом росте или возможном о пробитии, где мы, к примеру, долетим до вот этих значений и потом опять будет отскок и падение вниз. Потому что сейчас, пока что, с крипторынком не так уж и радужно, биткоин, допустим, может упасть еще, к примеру, к 30 тысячам. Хотя, кто знает, да, я не Ванга, полагаюсь на свой индикатор, который еще ни разу не ошибся и слежу. Что он мне показывает? Показывает за рост, значит, я закупаюсь. Показывает за падение, значит, я продаю. Единственное, эта информация доступна только в моем закрытом телеграм-канале. Желаю всем профита, инвестируйте деньги с умом. Всем до скорой встречи!